всем привет рад вас приветствовать в новом влоге у нас очень жарко наконец-то наступила жара потому что какая-то весна была очень холодная и наконец-то теплеет уже разделе куртки ветровки ходим мачках а иду в магазин хочу выбрать несколько оттенков коко vita для ассортимента то мне очень мало и получается хочу добавить и чтобы были в наличии а потом уже закажу через сайт и посмотрю как будет сейчас дойдем если разрешат снять там получается чуть дешевле чем даже на сайте так поняла что в магазине распродают пряжу да и поэтому там немножко дешевле vita коко я покупаю магазине за 120 рублей в интернете магазине 129 рублей 130 145 на рф вязаных поэтому без доставки просто дайте то есть она очень хорошая да куплю сейчас не какома . а потом уже закажу палитру на сайте каких оттенков не будет потому что там мало осталось так как распродажа и yarnart джинс так и остался 110 рублей хотя вот yarnart джинс выгоднее в интернете покупать сейчас 86 рублей стоит сейчас дадим покажу ну что я уже дома я успела уже несколько позиций связать этой пряжи с пряжи коко мне она очень нравится я уже повязала несколько грузинков с разных палитр соединяла и повязала несколько маленьких фруктиков сейчас вам все покажу и расскажу пряжа мне очень понравилось мне на идеально подходит для крючка крючок крючок тоже я для себя выбрала 125 пробовала и меньше но 125 для меня идеально подошел может быть кто-то и меньше вяжет этим крючком у каждого мастера своя так сказать свое удобство для вязания каждый выбирает для себя как удобно и вяжет я для себя выбрала 125 это обычный китайский крючок и для себя выбрала эту пряжу она мне очень хорошо подходит по толщине есть и тоньше пряжа есть и толще пряжи но для меня вот это вот самый идеал давайте немножко в сторону подвину и покажу на чем я сейчас работаю что сейчас вижу кто-то уже мог видеть эти грузинки я их уже показывала в яндекс зене статью писала и показывала в контакте и также эти грузинки уже находятся в магазине на ярмарке мастеров а вот здесь я обвязывала разными оттенками пыталась соединить что было гармонично обязывала крючком повторюсь 125 и посмотрите какая вязка ровненько и красиво получается никаких дырочек все ровненько и аккуратненько использовала я здесь буковые бусинки и буковые колечки здесь получается размер у всех разный начиная с 12 миллиметров потом 14 16 18 и 25 самая большая то есть вот по возрастанию и для какого-нибудь для какой-нибудь мониторики ручек да детки же берут в ручки грузинки и чтобы можно было по щупать пожмякать да по выбирать то есть повесила еще дополнительные два буковых колечка 3 сантиметра объема ты получается и погремушка и грызунок вот это мои процессы связались они очень быстрее буквально за два дня связала даже меньше за вечер буквально связала соединила ну да может искать полтора дня у меня получились такие по 4 грызунка а потом потом я еще навязала несколько бусинок и решила попробовать миниатюре фруктиков но обычно обязаны и бусинки из разных цветов в основе я хотела показать вам маленькие фруктики успела пока связать 2 игрушки они примерно 3 сантиметра так у 3 сантиметра это яркий оттенок оранжевый коко номер получается 4329 вот прикольные получились также связала яблочко простое зелененькое это оттенок у нас получается ага это получается 94324 это наверное 43 они да все правильно 4324 номер зелененького потом связался ярмончик не хочет фокус ставить такой вот это у нас 4320 оттенок и связала авокадо к из авокадо к у меня были только два таких вот оттенка зеленого чтобы можно было подобрать к ну к сочетанию авокадо это у меня получается ярко зеленый оттенок так как сейчас 43 09 и такой ярко изумрудный оттенок это 4310 вот и обычные полухлопок коричневая рно джинс косточкам вот так же три сантиметра малышка получилось все я здесь я уже просто пробовала дополняла оттенки просто для наличия бусинки а что я вообще хотела сделать я изначально связала грузинок ушки шуршалки немножко таком в эконом варианте чтобы не вязать длинную полоску я их просто шила вместе и сюда дополнительно сделать еще висюльки всякие фруктики либо игрушки но пока с оттенком мне не нравится как смотрятся фрукты с ярко-розовым я пока оставила немножко в сторону решила связать мишку малыша к этому грызунку и чтобы сначала мишка до висел игрушка и от него уже тоже отходились какие-нибудь разные игрушки вот такого плана у меня в мыслях точнее мысли у меня такие есть повязать несколько позиций для магазина это все вот так вот пока мое увлечение на эко он пока мое увлечение на какой пряжи не останавливается дальше буду вязать и большое вам спасибо за отзывы этих фруктиков мне уже просят чтобы я сделала мастер-класс на них на самом деле они вяжутся очень легко конечно же это все просто зависит от крючка и от набор в петель и от пряжи маленький потому что крючок 125 и сама пряжа у меня тоненькая но если вдруг кто-то хочет на маленьких на маленьком крючке повязать то конечно же я сделаю описание только чуть позже соберу еще несколько позиций фруктиков и соединю все в один мастер-класс может быть будет яндекс день и полностью большой статьей и под каждой фотографии фруктика будет просто описание так будет удобнее до чтобы не отдельно вывязывать а все в одной статье было вот в общем пока продолжаю вязать из коко параллельно вижу еще конечно же из yarner джинсы yarner джинсы это мой фаворит на данный момент все пряжи я люблю но yarner джинс yarner джинс полу хлопок это основной мой фаворит и также конечно же казал джинс вот еще связался вот такой вот зайка после вязания крючком 125 и когда я вязала крючком номер два то вязка получалось какая-то свободная и получается у меня вот этот зайка получился больше чем положено то есть если взять дополнительную игрушку которая вязала по одной схемке а вот у меня тишишевский котик попался под руку и посмотрите какая разница в голове в общем это съемка одна и та же просто я так вот свободно вязала зайку что он получился немножко большим но принципе это его не портит мне очень нравится но сам факт когда рука привыкает к одной потом начинаешь вязать другой и получается такое соотношение а вот ну в принципе на сегодня у меня процессы мои закончены вот такой вот у меня яркий бардак на рабочем столе в общем не вижу а узнаю для себя что-то новенькое и дальше стараюсь добавлять несколько позиций и для магазина ярмарки мастеров и последний вяза блок был у меня я спрашивал мастер класс на грузовичка лёвы ой грузовичка ну да грузовичок лёва грузовичок лея только и решила все-таки попробовать свои силы я начала уже вязать мастер-класс вот я начала уже вязать игрушку начала ее пораньше так как заказ нужен концу месяца хочу сначала связать посмотреть как получится если размером я угадаю которые заказывали то свяжу еще одну а это ли и останется дома сейчас вам покажу просто на чем остановилась но готовый результат вы наверное увидите еще не скоро потому что я вижу в свободное время но просто покажу что я начала одним работать я связала только одну подложку для машинки лея вязала полустолбиками или полустолбики прочные столбики каких называют вот так вот и все пока мы заказчица выбрали оттенки розовые где будет машинист у нас как называется и кузов кузов будет ярко-оранжевый вот в общем пока у меня процесс идут пока вижу такой вот небольшой ассортив лоб получился все в кучу но надеюсь вам понравится и дальнейшего приятного просмотра до следующего дня всем привет сегодня у нас пятница и как обычно недели протянулась очень быстро и в итоге я практически ничего не связала только последние вязальные дела я вам показывала в предыдущем кусочки вот здесь у меня кабачки картошечка курочка морковка и немножко растительного масла вот и все запеченное так вот что я хотела сказать как только я начинаю снимать вяза блок пытаюсь на неделе связать какой-нибудь процесс или задумку то что мне хочется и обязательно мне приходит заказ вот сколько раз уже замечала что несколько процесс процессов моих несрочных от отходят назад и получается все мои вязальные дела процессы в общем отходят на задний план мне пришел заказ на наборчик из зверька лёвушки вот надо связать игрушку лёву грызунок я предложила грызунок обвязанных бусинок заказчице понравилось вот и связала лёвушку лёвушку уже вы наверно кто-то уже видел в телеграме я пока показывала и вконтакте скоро сделаю пост и вот к ним к нему к этой игрушки не надо связать шортики и сделать его на застежки чтобы это было модуль для кроватки и для коляски вот пока на двух частях остановились и наборчика еще третий набор погремушку но мы еще не решили либо на боковом колечке либо на длинной вязаной палочки так что я сейчас поужину и более подробно вам покажу что у меня получилось на за рабочим столом так что всем приятного аппетита и до связи вечер добрый нас уже поздний вечер пятницы и хочется побыстрее уже отснять и чтобы в субботу выпустить вяза влог и вы уже могли его посмотреть на выходных эта неделя у меня получилось ассорти очень много начатых процессов небольшие совсем законченные работы и вот под конец недельки мне пришел заказ и я успела связать игрушку львеночка всю дорогу говорила что этот игронок уже честно говоря переснимая видео муж сделал мне замечание что я не правильно говорю ну не знаю почему то у меня от тигр до тигр но это львеночек и к нему мы подобрали вот такой вот грызунок изначально заказ был у меня игрушка погремушка и держатель для соски пока думали и гадали связала ему дополнительно комбинезончик это ализе дива вязала крючком номер два и пришила так вот милую пуговку виде котика рост игрушки получается 13 сантиметров в принципе как и все мои малыши они идут 12-13 сантиметров но смотря каким крючком увяжите и какой пряжи здесь грива ввязывается в голову она не пришивается так что здесь будет очень удобно готовлю уже мастер-класс на ружи будет но вконтакте также на яндекс цене так что подписывайтесь чтобы не пропустить следующее видео и выбрали по цветовой гамме вот такой вот грызунок я недавно сделала 4 грызунка таких расцветки вам кстати показывал начале видео и вот один из них скоро уедет завтра отправлю заказчицы она посмотрит и скажет будем вязать погремушку еще одну либо будем делать держатель для сосочки для пустышки поэтому я хочу закончить ответ за влог неделя заканчивается и про уже закругляться готовый результат я покажу вам фотографии либо также в контакте либо яндекс зене либо уже в следующем вяза влоге покажу вам что у меня получилось какой наборчик у меня уезжает этот наборчик уезжает мой родной город город на по поэтому буду заканчивать если вам понравилось мое такое видео сорти ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч пока